Слышите радио Интонии и присылайте свои отзывы. Для этого на нашем веб-сайте выберите раздел для контакта и заполните соответствующую форму. На валютно-акционерном рынке Токио выходной попутчик национального праздника. И мы продолжим информационный выпуск с отчинениями на экономическую церковь. Автомобиль строительной компании Nissan и ее французский партнер Renault планируют совместно инвестировать около 750 миллионов долларов в целью приобретения контрольного пакета акций крупнейшего в России производителя автомобилей АвтоВАЗ. Деловой альянс Nissan Renault создаст совместное предприятие с российской государственной фирмой для покупки 74,5% акций АвтоВАЗа. Всю эту процедуру планируется окончательно завершить в 2014 году. Президент компании Nissan Carlyon указал в опубликованном четверть заявлении, что данное соглашение поможет модернизировать лидера российской автомобильной индустрии. Министры финансов и управляющие центральных банков 13 стран России решили создать программу превентивного кризисования, чтобы преградить путь к распространению европейского кризиса в Азии. Конечно, не были ли это лидерами финансовых методов. При Японии, Китае, Южной Кореи и стран Ассиан в четверг в Мавиле. Новая система кредитования даст возможность осуществлять свое вливание до того, как кризис начнет обыдно отражаться на какой-либо из этих стран. Достигнутое в четверг соглашение последовало за аналогичным шагом, при этом в конце прошлого месяца группой двух этих стран пройдет повышение возможностей кредитования международного валютного фонда. Министр финансов в Японии Джун Адзоне сказал журналистам после состоявшейся в Мавиле встречи, что стабилизация финансовой системы в Азии и стране необходима для глобального экономического роста. По словам Адзоне, стабильная финансовая система не так европейскому кризису придется оказать негативное влияние на растущий азиатский рынок и принесет значительную выгоду японской экономике. Горобанка Японии Масааки Сиракало сказал, что он сообщил собравшимся о важности продолжения диалога официальных представителей заинтересованных стран в целях финансовой и экономической стабильности в регионе. Великобритании проводят широкомасштабные антитеррористические учения в преддверии элитных Олимпийских игр в Лондоне. В учениях, которые осуществляются в 10 местах в разных частях страны, задействовано около 1800 человек, включая солдат сухопутной армии и ВВ. В четверг в одном из жилых районов в восточной части Лондона солдаты демонстрировали две ракеты класса «Земля-воздух», приведенные на площадь в грехе места проведения соревнований по верховой езде.